Как отмечают в мэрии, на этот шаг пришлось пойти из-за многочисленных жалоб отдыхающих и горожан на опасную, по их мнению, зону в месте, которая предназначена для прогулок, в том числе и с детьми. Молодежь обратилась к главе города и к члену общественной палаты России Константину Затулину с просьбой найти им новую площадку. В итоге компромисс был найден, выбор пал на территорию между виллой Вера и школой номер два. Эта площадка, в отличие от предыдущей, она будет выполнена в соответствии с теми требованиями, которые необходимы для производства этой площадки. Это безопасность этой площадки. Конечно, во-первых, пираметральное ограждение площадки. Будут установлены камеры наблюдения для того, чтобы площадка все время была под наблюдением специализированных служб. Доступ сюда будет детям не ограничен. Пообещали, будет тут свет, освещаемая площадка хорошо, камеры будут стоять, площадка будет просматриваться. По длине она подходит, даже чуть длиннее, которая есть. Ну, что могу сказать. На данный момент это выход. Из предложенных, которые предлагали, это лучше. Торжественное открытие новой площадки для любителей скейтборда и роликов в администрации Сочи обещают на 1 июня. На эти цели из городского бюджета выделено 2 миллиона 600 тысяч рублей. А прежнее место, где располагался скейт-парк, будет благоустроено под прогулочную зону для семейного отдыха.